Здравствуйте! На библейский портал экзегет поступил вопрос, который связан чаще всего не с поиском какой-то истины божественной, а с некоторым любопытством и желанием разрешить какие-то свои земные проблемы. Поэтому вопрос, как мне кажется, когда его задавали, он носит практический характер, но ответ, возможно, в чем-то разочарует, а в чем-то, наоборот, покажется очень легким и обнадеживающим. А вопрос такой, как распознать пророка в наши дни? Почему я говорю о какой-то вот такой практической направленности? Потому что люди, в принципе, ищут сейчас пророков не потому, что они хотят как-то особо ко Христу приблизиться. Ой бы, пошли нам, Господи, пророк, чтобы я тебе что-то узнал. А потому что хотят, ой, как там будущее, как там вот карьеру строить, какое бизнес-решение предпринять, если в принципе все, что будет. И поэтому вот вроде мы православные, мы не можем ходить к служителям сатаны, каким-то экстрасенсам, гадалкам, вольным или невольным служителям сатаны или просто банальным шарлатанам, что в принципе безобиднее, там только деньги потратил, а тут еще и деньги, и вред душе, увы, свои нанес. А пророк надо помнить, любой пророк, вот мы в символе вере, поем каждое утро и на каждой службе, да, и Духа Святого, глаголовшего пророки, Духа Святого, который говорил через пророков. То есть пророк – это тот человек, через которого говорит Дух Святой. Но надо помнить, что все пророки – это явление ветхозаветное, потому что задача пророков благовествовать о том, что придет Христос. Кажется, не, ну пророки о каких-то локальных вещах говорили. Да, действительно, пророки наставляли царей, наставляли богоиспорный народ ветхозаветный в каких-то, как нам кажется, локальных действиях. Но мы помним, как царь берет и обращается к пророку Исаии и говорит, вот предстоит мне битва с захватчиками, стоит мне на нее выходить, или я проиграю битву? И пророк ему говорит, помолился Господу и говорит, выходи, выходи, Господь будет с тобой. Но это не потому, что он знает какую-то военную тактику, а потому что он видит, что царь кается, перестает идолам поклоняться, идолопоклонство насаждать, что он готов следовать за истиной. И тогда пророку даже не надо сомневаться, он верит Бога и знает, что Господь защитит, защитит истинную веру. Но царь не унимается, и тогда вот какая же пророк Исаия говорит те слова, которые очень важны для Нового Завета. Какое будет знамение? Сейчас мы знаем, что это знамение, это пророчество про Рождество Христово, про одно из самых радостных и великих событий в истории спасения человечества. Ну а для царя это было, что это такое, при чем тут это, я спрашиваю про войну, а мне тут про какие-то там роды, про какого-то Иммануэла, что мне это дается. Но это и знак и для нас, что пророк, он не решает локальные задачи, он благовествует о том, что Христос придет, а мы живем в новозаветное время, когда Христос уже пришел. Поэтому очень важны слова самого Христа и Спасителя нашего о главном, самом великом пророке, который соединил с собой Ветхий и Новый Завет. Прочтем в Евангелии от Матфея. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От них же Иоанна Крестителя до ныне Царству Небесной силой берется и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, дослышит. Как раз было обещано, что придет Илья пророк благословлять о Христе в последние времена. Но Господь говорит, все, вот теперь до времени Иоанна Крестителя очень важно было пророческое слово о том, что Господь будет. А сейчас уже Господь пришел, сейчас уже Христос принес Царствие Небесное. Сейчас, чтобы наследовать вечную жизнь, не нужно ничего изобретать. Господь нас спас, открыл нам дорогу в Царствие Небесное. Мы берем, открываем Евангелие, читаем его, исполняем заповеди Божии, общаемся с ним, воспоминания тела и крови его, каемся в своих грехах, освобождения от них, получаем Духом Святым. И вот, мы Царствие Небесное наследуем. Нам не надо ждать, что оно будет. Уже Господь говорит, Царствие Небесное внутри вас есть. Господь внутри нас. Господь уже действует в нас. И нам не нужен никакой пророк. Поэтому любой человек, который заявит, что он сейчас пророк явился, вспоминаем другие слова Христа, которые говорят, восстанут лжехристы и лжепророки, и многих уловят. Но мы, христиане, идем за Христом, почитаем ветхозаветных пророков, молимся им, читаем их пророческие книги, читаем описание их молитвенного жизненного подвига, как о пророке Илье, о пророке Елисеи. Все это для нас очень важно. Но тем не менее, сейчас мы уже пророков не ищем, потому что можем найти только ложного пророка. А нам достаточно истинного спасителя нашего Господа Иисуса Христа.